МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. С территории России в Донецкую область продолжают прорываться наемники. Змешана колонна бронетехники в складе 10 танков, 2 БМП и 2 Уралев порушила державный кордон Украины. Наши 23. Одесса отметила День независимости военно-морским парадом. Дуже классные, дуже вражение, великие эмоции перепомнивать. От Дюка до Морвокзала одесситы в вышиванках выстроили живую цепь. Мы за мир, и мы хотим доказать всем, что Одесса – это Украина. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте. Информационный итог понедельника, 25 августа. В репортажах корреспондентов Первого городского, в студии Ирина Коробко, это «Время Одессы». Главные новости дня. Украинские войска закрепились в Луганске. Нацгвардия и армейские подразделения сосредоточены в северной части города. Тем временем Россия продолжает накапливать войска на границе и перебрасывать на Донбасс тяжелую бронетехнику и наемников. Сразу в нескольких районах ведутся ожесточенные бои. В результате столкновений с террористами погибли два бойца подразделения «Шторм». Это первые потери Одесского спецотряда милиции. И несмотря ни на что, из нашего города в зону АТО регулярно отправляются добровольцы. Тему продолжит Юрий Гальченко. Петр идет на войну добровольцем. Он умеет обращаться с оружием и не хочет, чтобы его брала в руки молодежь. Медкомиссию уже прошел, теперь готовится отправиться в тренировочный лагерь в Николаевской области. После обучения сразу отправится в зону боевых действий. Поезд думает о мире. А вы его обеспечите. Постараемся. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Бойцы Одесского шторма рассказывают, там им пришлось воевать с подразделениями регулярной армии России. Это был первый и последний бой псковских десантников в Украине. По неофициальной информации, их тела уже вывезли на территорию России и 25 августа похоронили. Вот упаковочные листы с той машины, вот можете посмотреть. Войсковая часть М4-268. Командир 1-й ПДР, гвардии капитан Цейзер. То есть можно так сказать, что против вас воюет российская регулярная армия? ЦБДР. Чисто регулярная армия России. В освобожденных городах работают волонтеры и бойцы Нацгвардии. Постепенно восстанавливают быт и призывают сепаратистов сдаваться. Мы предупреждаем всех, кто решил затаиться и продолжает расшатывать ситуацию в городе. Кто решил, что можно спрятаться среди мирных жителей и дальше поддерживать сепаратистов. Всем, кто не хочет мира на Донбассе. Украинская армия заявляет – остановитесь. Солдаты общаются с местным населением, объясняют, что они не враги, раздают гуманитарную помощь и содействуют восстановлению инфраструктуры. Тем временем Россия наращивает военный контингент на границе. На территории России и Приднестровья на утро 25 августа близ границы с Украиной находится порядка 22,5 тысяч российских военнослужащих. Всего с учетом оккупационных войск в Крыму численность российских группировок составляет до 47 тысяч человек. С территории России в Донецкую область продолжают прорываться наемники. Колонна танков, БТРов и грузовиков была замечена в районе Новоазовска. Смешана колонна бронетехники в складе 10 танков, 2 БМП и 2 Уралев, порушила державный кордон Украины. Прикордонники вступили в бой и выкликали подкрепление. Просувание основной части вооруженной техники, зупинено в огнем на рубеже Щербак-Маркине. В других районах Донбасса дела у наших силовиков идут куда успешнее. Силы АТО взяли под контроль Иловайск, а также часть Луганска. И продолжают зачистку. Юрий Гальченко, Олег Шпак, Первый городской. Наши 23. Украина отметила День независимости. В воскресенье торжественные парады прошли в Киеве и Одессе. По Крещатику проехала военная техника, а в нашем городе впервые состоялся парад военно-морских сил. В штормовом море корабли инсценировали задержание пиратского судна. Принимал парад президент Петр Порошенко. С набережной пляжа Лонжерон за морской баталией наблюдал и Дмитрий Далматов. В вышиванках и с украинской символикой тысячи одесситов стягиваются к набережной Лонжерона. Задолго до начала парада чувствуется ажиотаж. Ливень с грозой отпугнули многих, но не сорвали праздник. Для моряков такая погода – дополнительное испытание. Рассекая волны, украинский флот демонстрирует боевую мощь. В операции участвуют небольшие катера береговой охраны и корабли, передислоцированные из Крыма. В том числе флагман ВМС Гетман Сагайдачный. Всего в параде принимало участие около дюжины кораблей, судов обеспечения и даже вертолет. Несмотря на шторм и сильный ветер, военные пилоты с первой попытки совершили посадку на палубу флагмана. И, несмотря на штормовое море, вертолет К-27 успешно стесняет посадку на вертолетный майданчик. Бегата Гетман Сагайдачный. Это очень классно, очень впечатления, большие эмоции переповняются. Очень рады, что счастливы, что в Одессе есть патриотизм. Что он не настолько мягкий, что все люди сплотились. Это невероятные впечатления. Парад принимал лично президент Порошенко. Глава государства назвал Одессу морской столицей Украины. Особую благодарность выразил крымским военным, которые остались верны присяге. Порошенко пообещал внести в учебники истории героические подвиги украинских военных на оккупированном полуострове. Они в аэропорту Бельбек без зброи, под синя-желтым стягом, рушили на загарбников с мужним поглядом в очах, спеваючи гимн Украины. Такие же бесстрашные, как украинские казаки, которые на чайках перетинали наше Черное море. Первый в Одессе парад ВМС завершился праздничным салютом и запуском в небо желто-синих шариков. Моряки с сигнальными флажками поздравили всех украинцев, в том числе с семафорной азбукой передали лозунг «Слава Украине». Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Первый городской. С парада на войну техника Нацгвардии, принимавшая участие в шествии на Крещатике в День независимости, отправилась в зону боевых действий. В течение суток на Донбасс переправлена большая часть бронированных машин. Среди них модернизированные автомобили «Кугуар», предназначенные для ведения городских боев, и новенькие бронированные «Кразы» для перевозки бойцов. Оставшуюся технику доставят в зону боевых действий уже в ближайшее время. Кроме того, Нацгвардию обеспечат танками. Официальные мероприятия по случаю Дня независимости прошли в парке Шевченко в Одессе. Там собралось несколько сотен горожан. По традиции руководства города и области, командования вооруженных сил, ветераны и патриоты возложили цветы и венки к памятнику Тарасу Шевченко. Многие были в вышиванках. Церемония прошла по обычному сценарию при участии военного оркестра Одесского гарнизона и роты почетного караула. Никто никогда и никаким чином не сможет в нас нашу независимость забрать. Я уверен, что только наш хороший настрой, только наше понимание, что все мы вместе, украинцы, жители Украины, граждане Украины, могут остановить любого врага, который рассчитывает на то, что мы посваримся, что мы начнем что-то делить, что мы начнем кого-то делить по национальному или по языковому принципу. Это никогда не будет. Я уверен, потому что мы очень сильный народ. Слава Украине! В Украине создадут госслужбу по вопросам ветеранов и участников АТО. Новое ведомство займется вопросами компенсации, реабилитации и помощи военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, семьи, которые потеряли кормильцев во время антитеррористической операции, получат по 600 тысяч гривен материальной помощи. Также правительство обещает обеспечить квартирами семьи военных, у которых нет собственного жилья. Специально для этого увеличили объем резервного фонда госбюджета. Первые 23 миллиона гривен уже выделены. Оружейный арсенал в багажнике. Милиция задержала в Одессе двух туристов из Киева, которые путешествовали с пистолетами, автоматами, патронами, гранатами и сменными автомобильными номерами. Часть арсенала они хранили в багажнике микроавтобусов, а еще часть в камере хранения базы отдыха, где остановились приезжие. Мы нашли и изъяли пистолет-пулемет, пистолет-револьвер, пистолет ТТ, три гранаты и где-то около тысячи боеприпасов. Все это мы изъяли. Гражданин, который это все хранил, 30-летний киевлянин задержан, возбуждено уголовное дело, он помещен в следственный изолятор. По словам задержанных, оружие они привезли в качестве трофеев из зоны проведения антитеррористической операции. Зачем оно понадобилось им в Одессе накануне Дня независимости, туристы пояснить не смогли. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы. Отметим, это не первый оружейный инцидент в предпраздничные дни. Также оперативники задержали 27-летнего одессита, который торговал оружием через интернет. При обыске у него изъяли АК-74, мелкокалиберную винтовку и около тысячи патронов. 23 тысячи сине-желтых ленточек. В День независимости в Одессе прошел вышиванковый фестиваль. На Потемкинской лестнице развернули гигантский государственный флаг. Кроме того, полторы тысячи человек создали многочисленную вышиванковую цепь от дюка до морского вокзала, тем самым установив новый рекорд. Организаторы фестиваля отмечают существенный рост количества участников. Носить вышиванку теперь действительно модно. 23 тысячи сине-желтых ленточек, 23-метровый флаг и сотни вышиванок. В День независимости Украины в центре города не протолкнуться. Шесть лет назад вышиванковый фестиваль собрал всего 70 человек. Сейчас полторы тысячи. Одни пришли в национальной одежде, другие купили на фестиваль и тут же надели. Ручную работу покупать машины не хотят, только ручную работу. Но я делаю сама это все. Стараюсь одеть всех одеситов вышиванки. Мастер признается, создание вышиванки задача непростая. На одну рубашку уходит почти месяц. Кроме национальной одежды на ярмарке можно найти картины, поделки и предметы быта украинского производства. В скатерти ручной работы, вышивка, постели, сумки, ну, народные ремесла, скажем так. Программа фестиваля насыщенная. Ярмарка, мастер-классы, конкурсы. Вокруг атмосфера радости и веселья. Вышиванку наряжает даже дюка. Мы за мир и мы хотим доказать всем, что Одесса – это Украина. И пусть все знают, что в Одессе такие же украинцы, как и везде. Люди выстраиваются живой цепью от дюка до мурвокзала. Держать за руки – чувствуешь единство, признаются участники вышиванковой цепи. Именно это они стремятся напомнить жителям разных областей Украины. Мы – один народ. Первое – принимаем участь в вышиванковом фестивале. Но, в принципе, вышиванка у меня еще с 2008 года. Я еще тогда поддерживалась таких взглядов, что наши традиции нужно сохранять, нужно уважать и не забывать, кто мы. 1469 человек в вышиванках. Дождь и ветер не помешали участникам фестиваля побить рекорд 2012 года. Тогда живую цепь образовали 852 человека в национальных костюмах. Очень дует ветер, всем холодно. Мы уже начали расходиться, собираться до сцены. Это не все, потому что у нас параллельно был захист с кораблями. И большинство людей хотело тоже увидеть корабли. За данных условий мы сделали все, что могли. В понедельник, в последний день фестиваля, на Приморском бульваре прошла фотосушка «Моей стране 23». Это выставка патриотических фотографий. Причем в конце мероприятия всежелающие смогли забрать понравившиеся снимки на память. Екатерина Лапицкая, Вадим Шпаченко, Андрей Кульба. Первый городской. «Боже, храни Украину» выставка под таким названием открылась в Варшаве. Варшаве арт-проект посвящен 23-й кодовщине независимости и событиям на Майдане. В основе экспозиции – инсталляции и картины художника в Одесской волшебной мастерской. Шесть из них, обгоревшие их, решили не восстанавливать после поджога, который устроили недоброжелатели студии в июне. Тогда большая часть работ, это несколько сотен экспонатов, погибли в огне. Художники уверены, целью поджигателей были революционные работы. Теперь они заняли место в Варшавском художественном центре. Когда мы увидели работы после пожара, все помещение было взорвано. Там масса купол была интересных, других работ, которые мы могли показывать. Мы когда их увидели на полу, усажженные, мы увидели, что они стали только более пронзительные и напитанные энергетикой времени. Мы эти работы решили в любом случае привезти, показать, и теперь они здесь у вас. Сто лет исполняется со дня рождения Александра Блещунова, известного альпиниста и основателя единственного в Украине музея личных коллекций. Благодаря ему здесь собраны уникальные предметы искусства и раритеты со всего мира. Как отмечали юбилей необычного музея, знает Валерия Наумова. Этим экспонатом может позавидовать любой музей. На витрине выставлена честь лебединого сервиза, самого знаменитого в мире. В середине 18 века его изготовили для владельца мейсинской мануфактуры, которая производила лучший в Европе фарфор. До наших дней дошли всего две сотни элементов сервиза. Тринадцать из них сейчас хранятся в музее Блещунова. Изготовлен он был в единственном экземпляре. И количество предметов было около трех тысяч. И опять-таки это был единственный в мире случай, когда сервиз включал такое количество предметов. Обычно их было не более трехсот. Уникальные предметы обихода, картины, посуда, одежда, мебель со всего мира. Все это собрал сам Александр Блещунов. Человек, ставший родоначальником отечественного альпинизма. Он руководил множеством экспедиций в Крыму, Карпатах, на Кавказе и Памире. И запомнился одним из самых известных ценителей искусства. Как он говорил, Валентин во мне погиб великий от новых. Хотя он обладал удивительными качествами. Он был человеком, наполненным полностью романтикой. И человеком, который понимал и знал правила реальной жизни. В 1986-м, ровно 25 лет назад, Александр Блещунов создал этот самый музей. И первые годы был его директором. Сегодня экспозиция насчитывает свыше 10 тысяч раритетов. В этом помещении когда-то жили люди. Все залы музея Блещунова – это бывшая коммунальная квартира. Возможно, поэтому атмосфера здесь домашняя. Витрины не только можно, но и нужно трогать руками. Внутри экспонаты музея. К столетию основателем музея личных коллекций решил выпустить книгу. В память об Александре Блещунове. В этой книге будет отражена целая эпоха. Эпоха 20-го века. Века сложного, интересного. Потому что Александр Владимирович был всегда в центре самых разных событий. Ну и, конечно, в этой книге отражены и его усилия по созданию нашего музея. Музейщики идут в ногу со временем и осваивают просторы интернета. К юбилею презентовали виртуальную версию экспозиции. Новый сайт музея. Валерия Наумова, Юрий Шинкаренко, Первогородской. Что лежит на дне морском? Минкульт разрешил проводить археологические раскопки в акватории острова Змеиный. Специалисты, в том числе и подводные археологи, будут изучать следы жизнедеятельности человека на этой территории. На острове площадью 20 гектаров находятся десяток объектов историко-культурного наследия. План раскопок уже составлен и согласован. Находки станут базой для создания учетной документации. И таким запомнился понедельник, 25 августа, корреспондентом Первого городского. Это было время Одессы. Я желаю вам только хороших новостей и прощаюсь до следующих информационных выпусков. Увидимся и будьте с нами. Субтитры подогнал «Симон»!